Итак, все, дорогие друзья, встречаемся. Сегодня мы заканчиваем с Божьей помощью 4 главу изучать. И все, собираемся на урок. Мишли, сейчас, так, почти, отлично, да, все, нам осталось сегодня изучить всего лишь 20 микульмышмарнсор, это мы выучили, АСММК, ИКШУТП, для ЗУД-24 мы выучили, 25 нам осталось и 26, 26, 27, 25, 26, 27. То есть нам осталось сегодня 3 отрывка в 4 главе, и мы завершим 4 главу. Отлично вообще, все, двигаемся хорошо, уже 28 уроков, я очень хочу, чтобы сделать, вот сейчас, если меня этот Влад Косов слышит, наш редактор этого портала, ВАИКРА, то очень было бы классно сделать по каждому уроку короткую расшифровочку и поставить на портале ВАИКРА как статьи. Получится 28 уроков, кто хочет выучить 4 главы, уже ему есть, можно взять, почитал и все, 20-минутный урок. Значит, заканчивается, заканчивается 4 глава, сейчас 25-й посыл, отрывок. Так, эйнеха ленохах ябиту, значит, глаза твои, глаза твои, ленохах ябиту. Нохах это тот, который присутствует, да, такое? Нох, нох, присутствует. Так, интересно, эйнеха ленохах ябиту. Глаза твои будут на присутствие смотреть. Здесь переводится, правда, пусть смотрят прямо, но вообще, нохах, это, ну, такое, как присутствие. Ябиту это, лябит это тоже не смотреть, а такое прямо, ябиту это, ну, сматриваться, да. И твои веки, веки, они пускай будут прямые напротив тебя. Просто так вот читаешь, глаза твои пусть смотрят прямо, и, видимо, взоры твои направлены, будут вперед перед тобою. Это, как бы, по-простому непонятно. Теперь, ну, если мы свяжем это все с тем, что мы учили, что нужно больше всего сохранять свое сердце. И написано в Шма-Исраэль, мы говорим, и не будете блуждать легко мы сердце и глазами. Так мы отсюда видим, что глаза должны быть направлены куда? В Тору. То есть все, что связано с Торой, глаза должны быть направлены в Тору. Еще говорят, что... Ну, это понятно, что глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают, то есть ты не туда смотришь. Ну, что значит смотреть на Тору? А куда смотреть все время? Ну, там, хорошо, если ты сидишь в Бейсмедраше, ты рассматриваешь буквы Торы, понятно. А если ты не в Бейсмедраше, куда смотреть? Значит, где больше всего присутствия Всевышнего? Мне очень понравилось, в этот шаббат я слышал, когда Равин пришел один и спрашивает у детей, где больше всего присутствия Всевышнего. Я рассказывал эту историю уже. И где больше всего присутствия Всевышнего? Где он больше всего присутствует, да? Да? Ну, один мальчик говорит там в Хедере, Всевышний больше всего присутствует в Бэтнессите, Ароно-Кодыш, там, где есть Тора. Второй мальчик говорит, самое большое присутствие Всевышнего, это Арабайт, где храм раньше стоял. Третий мальчик говорит, самое большое присутствие Всевышнего, это были маленькие дети, в садике. Это Марата Махпела, говорят, что там как раз переход в рай, в пещерах, где похоронены все праотцы. А один мальчик маленький говорит, самое большое присутствие Всевышнего, это на напольных весах. Значит, Равин говорит, а почему на напольных весах? Он говорит, потому что мама, когда становится на напольные весы, она всегда кричит, о Боже! То есть, мама на напольных весах всегда кричит, о Боже! И, значит, там стало большое присутствие Бога. Очень смешная история, да, мне понравилось? То есть, что дети воспринимают мир сквозь слова, это была как раз история рассказана о том, что будет сейчас Песох, и главное на Лейл Седер, это вопросы, которые, ну, сделать для детей это, чтобы дети прочувствовали, насколько родителям важно, этот вот Седер, весело, важно и так далее. Надо это очень, чтобы дети прочувствовали. То есть, здесь нам говорится так, глаза твои пусть смотрят прямо, но Божественное присутствие, больше всего, есть даже такой закон, он шелкал на руке, что в синагонии, когда ты молишься, должны быть окна и должно быть видно небо. То есть, когда человек смотрит в небо, вообще природа, что такое природа? Тева, природа на иврите, да, отева, дематрия, слово отева, природа, это элатим, всесильный. То есть, когда ты смотришь на природу, именно природные явления, когда ты слышишь гром, надо говорить благословение. Когда ты видишь море, надо говорить благословение. Значит, если на море, на гром, на природу есть благословение, значит, присутствие Всевышнего. И смотреть надо, и Рамбам говорит, что ты, когда всматриваешься в природу, ты видишь, насколько Бог мудро это все сделал. Я как раз на шаббат и рассматривал рыбу, скумбрию порезанную. И вот дико интересно, да, как скумбрия, как красиво у нее сделаны все эти мышцы, там, есть мышцы трех цветов, какие-то, там, ну, реально, это такое произведение искусства, порезанная скумбрия. Вот как Бог задумал эту скумбрию, сделать ее, да, и как любая вообще природная вещь, то, что Бог сделал, насколько это все красиво. Сколько цветы красивые, да, и столько видов цветов. Если в них всматриваться, то ты как раз и видишь вот это вот, ну, это проявление Всевышнего все, да, то есть это Он сделал. Когда говорят, а что такое красота? Вот мода, говорят, красота. Я говорю, мода это вообще не красота, потому что красота, если цветок, он красивый и сто лет назад, и тысячу лет назад, и сейчас, и будет всегда красивый. А, и это, это, это эталон красоты, да, там, роза, тюльпан, там, какой-то цветок. А мода это какой-то человек, он себе сошел с ума, и он то, то это, говорит, красиво, то вдруг это стало некрасиво, теперь другое красиво. Это уже все искусственная красота. Настоящая красота – это природа. И очень важно через природу соединяться со Всевышним, видеть Бога. И он говорит, что пускай твои глаза смотрят на присутствие, и присутствие, если ощутить вот этот момент, просто восприятие мира такой, какой он есть, но именно не мир, измененный уже человеком, а мир, как природа, как вот он, от сотворения мира было, да, то тогда можно, вот именно присутствие, воспринимая этот мир, тоже можно соединиться со Всевышним. Инейха, написано, Ленохах, на присутствие Всевышнего, Ябиту, будут смотреть. Вафапеха, Яширу, Негдеха. И глаза твои, веки твои, они выпрямлять будут перед тобой. А тут интересно, вот Малбим объясняет, что веки, ты можешь закрыть глаза, когда ты видишь что-то не то, так они через то, что ты закрываешь глаза, это выпрямляет твой путь. Потому что если ты это увидишь, то ты уже не сможешь это из себя убрать. Поэтому, когда ты закрываешь веки на то, что не надо смотреть, а на что не надо смотреть? Не надо смотреть на вещи, которые, там есть Шмират и Найм, от чего надо вещь, глаза нужно сохранять. Тоже непонятно, почему это так работает, потому что, с одной стороны, Бог же все сделал. Для меня был большой вопрос, написано в Шулхонорухе, в Шулхонорухе написано, что, первое написано, что ты от Бога никуда не скроешься. И неужели ты думаешь, что ты можешь в Хедер Хадарим, там, в какую-то комнату ты от Бога спрятаться? Он тебя везде видит. Дальше написано, но когда ты переодеваешься, переодевайся под одеялом. Ну что, тебе должно быть... А что я должен переодеваться под одеялом, ну, например, да? Это у меня был огромный вопрос всегда. Только что мне сказали, что от Бога никуда не скроешься, никуда ты от Него не скроешься. Так, тут я от Него под одеяло, что ли, спрятался, да? А если... О чем речь идет? Речь идет о том, что ты должен быть внутренне. Внутренне ты должен быть... Да, ты... Я просто трансляцию проживаю. Спасибо. Да, да. Значит, что ты внутренне должен быть все время подключен к тому, что тебе... Ну, вот... Проявлять к Богу самое высшее уважение, страх, есть митсва, леерами вена, бояться его, любить его и так далее. И если у тебя есть такое уважение к Богу, то ты, как бы, этим ты выражаешь, что ты... Ну, тебе неудобно, как будто ты не стал же перед царем переодеваться. Ну, там. Значит, ты это делаешь для себя, чтобы самого себя через... Как бы у человека есть уже символный язык, как он выражает свои эмоции, как он выражает свои... То есть, это уже, как бы, установлено по... Установьте по умолчанию. И когда мы так себя ведем, это мы делаем не потому, что мы прячемся, а потому, что когда человек так ведет, да, он, он, как бы, этим выражает, что ему неудобно, стыдно, почтение, уважение и так далее. Понятно, да? Отлично. Значит, двигаемся дальше. Поэтому нам сказала Тора, закрывать глаза там, где надо закрывать глаза и всматриваться там, где надо всматриваться. То есть, через глаза ты управляешь, через фокус внимания ты управляешь своим внутренним состоянием. То есть, то, на что ты смотришь... И поэтому начинается шелхонорох, шевите, ашемлены, где томит. Представляй, Бога всегда перед тобой. Как Бога представляет всегда перед тобой? Так, говорили, что такие великие царь, эти там, Рабина Ахман, всякие, ну, такие вот именно, ну, великие люди в Торе, да, они представляют, когда они, даже они смотрят с открытыми глазами, у них, как бы, идет на заднем фоне внутри, идет юткей вовкей, вот это имя Всевышнего, четырех буквина, огненными буквами, я где-то читал, по-моему, про Рабина Ахмана, что у него постоянно было внутри, вот он представлял, да, вот можно даже сейчас с открытыми глазами, но, как бы, мозгу дать задание, чтобы было, как бы, фоном внутри, такой фотомонтаж, юткей вовкей, а с огнем. И ты куда ни смотришь, а у тебя везде такие огненные буквы. Можете так сделать? Ватермарк, да, как современный есть, можно поставить на фотографии, но это, ватермарк, да. Отлично, значит, понятно, да, указание нам в 25-м по сути, чтобы очень охранять глаза и смотреть, куда надо, а куда не надо, не смотреть. Дальше. Еще это важно, смотрите, тут интересно есть. Вот что такое сны? Написано, что человеку, ему снится то, что он видел днем. То есть, не может человеку снится то, что он никогда не видел. Все равно его сон, он состоит большей частью из тех элементов, которые он когда-то видел, и которые отпечатались в его мозге. Если человек, ну, мне никогда не снились сны на южнокорейском, потому что я не знаю, и мне никогда не снился Антигуай Барбуда, Буртина Фасо, вообще ни разу не снялась вообще. Как, я этого никогда не был, как не может сниться Антигуай Барбуда. То есть, человек вначале должен видеть, оно отпечатывается, потом как калейдоскоп оно перемешивается, и даже пророки, они получали пророчество, все равно оно проходило сквозь фильтры их мозга, их восприятия. Поэтому человек должен наполнять свое мышление теми картинками, такими красивыми, которые он хотел бы, чтобы потом они у него в голове действовали. И не позволять. Это я никогда не понимал людей, которые смотрят фильмы ужасом, вообще никогда. Потому что ты наполняешь свой мозг маньяками, оторванными руками, и потом тебе же с этим жить. У тебя голова потом, я просто не мог смотреть секунды этих фильмов ужасов, потому что все это тебе попадает в голову. И потом ты смотришь в темноту, и у тебя там такое разворачивается просто шоу, да? Потому что у тебя голова наполнена. А зачем это надо? И я знаю людей, которые смотрели фильмы ужасов, любили, и у них с головой не в порядке потом было. То есть, этот человек постоянно себе создает не жизнь, а фильм ужасов. Не знаю, кто их выпускает. Дальше. Дальше, 26-й отрывок. 26-й отрывок. Интересно, что... 26-й это имя Всевышнего, Дематрия. Числового значения слова, ну, 26, вот это ютка и вапкаи, 26. Я стал религиозным в 26 лет. Это интересный факт. В 26 лет я стал религиозным. Прямо у меня была вот эта шва. Мушерабейну, это 26-е поколение от сотворения мира. 10 поколений было от Адама до Ноаха. 10 поколений было от Ноаха до Авраама. И 6 поколений от Авраама до Мушерабейну. 26-го поколения. И 26 имя Всевышнего. Ну, как вот тут не стать мистиком? Не уверовать. Да, да, не уверовать. Как тут не уверовать? 26. И оно еще много раз там встречается, это 26. Значит, 26-й отрывок здесь такой. Палес, Маагаль, Раглеха, Веколь, Драхеха, Икону. Значит, что имеется в виду? Палес – это такой специальный инструмент, который выпрямляет. То есть, это как вот не метроном, как сказать. В общем, это такой инструмент, по которому меряют правильность. И выпрямитель такой. Может, линейка, палес называется. Пузырик там плавает. Да, уровень. Да, вот уровень. Это называется палес, да. То есть, палес – это такой инструмент, который выпрямляет на правильный путь. На правильность. И он говорит, палес, Маагаль, Дра, Раглеха. Он говорит, выпрямляй, круди ног твоих. То есть, человек все время ходит, кружит. То есть, глаза видят, сердце хочет, сердце хочет, ручьи ноги делает. То есть, человек постоянно тут его зацепило, там его зацепило. Тут его позвали, там его позвали. Тут он все-таки захотел что-то сделать. И у каждого человека внутри вот такие вот эти Маагалим, все эти круги. И он с каждым ходит кругами. У каждого выбор, что делать дальше. У каждого появляются ежедневно какие-то новые возможности, новые предложения. Новые ограничения. Тут урок Торы. И он говорит, что надо все-таки больше учиться. И, значит, у каждого человека вот все эти Маагалим. Маагалим – это круги. Плюс, меняются времена года, меняются времена дня. Приходят новые праздники. То есть, все время идет вот такой вот круговорот. Он говорит, полез, все время выпрямляй вот эти вот Маагалим. А как их можно выпрямить? Если взять чисто по психологии, то человек должен принимать решения только когда он видит цель. То есть, если Раф Зильбер, зихрановый судей к Левраха, он выпрямлял свои решения все одним вопросом. Что Бог от меня сейчас хочет? То есть, у него было всегда, вот есть разные ситуации, разные возможности. Он спрашивал всегда, а что Бог от меня хочет? А как мы знаем, что Бог от нас хочет? Тора. Значит, надо вспомнить Шелханорук, надо вспомнить все законы, которые соответствуют этой ситуации. Иногда ты сам не можешь вспомнить, пойди спроси. Вот у него была ситуация, когда он, он рассказывал, вышел он из дома, и у него была… Жена ему дала деньги, пять рублей заплатить за свет. А у него было два долга, которые он взял деньги в долг. И он должен был… Одного он взял раньше, но у него с деньгами лучше. У второго он взял позже, но он страдает, что у него не хватает денег, надо ему отдать. Но по факту он должен, наверное, первому отдать раньше. Или второму. Или пойти заплатить за свет. И он говорит, я стою, значит, стою, жду. Ну, по-моему, он рассказывал, что минут сорок он думал. И даже он уже поехал, а потом он принял какое-то другое решение. А потом… То есть, он не мог понять, как правильно по Торе поступить. Но у него было решение, только он хотел поступить по Торе. И приезжает он к тому, который… Я не помню, кому он из них приехал. Приехал ему отдать пять рублей. А того в это время арестовали. И у того милиция с обыском. И ловят всех, которые к нему приходят. Представьте. Взяли Раф Зильвера. Пришли к нему домой. А у него дома хранились деньги одного еврея, такого пожилого, который покупал, продавал. И он знал, что Раф Зильвер честный очень. И он ему дал эти деньги на хранение. Ну, это были, да, не деньги даже. Это были облигации. В то время выдавали, принудительно выдавали облигации, мяча зарплаты. И у того была огромная сумма облигаций. И на них потом производились розыгрыши. Можно было выиграть какие-то там… И, в общем, ему находят эти облигации. Его давай крутить, где ты взял, где ты взял. Он говорит, мои. Тот милиция говорит, мы тебя знаем, мы знаем всех. У тебя нет денег. Не может быть, чтобы это были твои. В общем, он говорит, мои. Его уже хотели отпускать, а тут тот, кому они принадлежали, его вдруг совесть замучила, что Раф Зильвера за него подставил. И он приходит в милицию и говорит, это мои. Он говорит, а у вас тут группа оказывается, групповое преступление. Я бою посадили, представьте. А Раф Зильвер не хотел про него говорить, потому что тот был уже пожилой, и он боялся, что тот умрет. И он не хотел на себя взять. То есть все время человек находится в выбор, но человек верующий, он выбирает, у него система координат, это Тора, что Бог от меня хочет. Обычный человек, он не знает, как выбирать. Тогда он должен себе поставить какую-то мерку, вот этот палец, да, который выпрямляет его все эти мааголи. И обычно такой меркой является цель, цель на год, цель на 5-7 лет, цель на жизнь. И ты тогда говоришь, я не знаю, как мне поступить сейчас, какое принять решение. А какая моя жизненная цель? Ага. И тогда ты из этой, то есть верующий человек, его жизненная цель служить Богу, значит он говорит, так, не знаю, как поступить, какая, чем мне выпрямить, как мне принять решение. А что Бог от меня хочет? Что Тора говорит? Опа, ему легко он принял решение. Пошел, спросил у Равина, узнал, да, Тора. Но нам Шлома Амелых, он все время советует, главное не попадай в автоматизм, потому что если ты попадаешь в автоматизм, то тогда тебя ведет по непонятным векторам, то есть тут у тебя сердце хочет, тут кто-то от тебя что-то хочет, тут кто-то манипулирует, тут интересы одного на тебя, тут интересы другого на тебя, то есть тут ты вообще тогда непонятно, ты входишь в какую-то путаницу лабиринт, если ты не выпрямляешь своей дороги. Понятно. Чем выпрямлять палец, вот этот, да, инструмент? Лучше всего измерять, конечно, что Бог от тебя хочет. Все. Теперь, выколь дракеха и кону. И будут у тебя тогда все твои пути будут, именно будут пути большие, проторенные и надежные. То есть если ты выпрямляешься, если ты все время себя проверяешь, правильно действуешь или нет, значит у тебя будет прямо проторенная дорога, и ты по ней будешь шарашить как, ну, то есть, мощно. И последний у нас отрывок в четвертой главе открывает нам царь Шломо еще одну дикую вообще мудрость. Он говорит так, «Аль-Тет-Яминус-Моль» «Не склоняйся, не сворачивайся направо и налево». И что «Асер-Рагле-Хамера» «Убери», главное говорит, «Убери свои нони от зла». То есть он говорит, смотри, если ты выбираешь между добром и добром, то тут принцип простой, без крайностей, золотая середина. То есть если ты не можешь выбрать, так и не выбирай. Если ты, ну, то есть, все время старайся держаться золотая середина, не без крайности, да? В каком деле нужна крайность? Когда дело касается зла, то ты должен от зла убегать. Это здесь нет золотой середины. Я, значит, сейчас чуть-чуть зла коснусь. То есть тут нету. Если это зло, если это преступление, если это злодеи, решаим, от них надо убрать ноги полностью. Но если ты потом сидишь и думаешь, так, мне там здесь жить, или здесь то сделать, или то, выбери золотую середину. То есть принцип простой, что он говорит, не будь слишком садиком, не будь слишком злодеем. Значит, золотая середина во всем, это его путь. Шлома Мелаку, он нам советует это во всем. Он говорит, шав в двар казавар, хек мемене, это он в Каэлите говорит, пустое и лживое от меня отдали. Бедность и богатство, альти тенли, не давай мне ни бедность, крайность, ни богатство, крайность. И трефени лехем хути, накорми меня законным хлебом. Тут он говорит, не сворачивая вправо-влево. Везде золотая середина. Все. И но, асер, рагле хамера. Ноди убери всегда от зла, тут крайность, убегай от зла. Все, убегаем от зла. Если видим что-то, что хоть намеком злу, убегать надо, просто убегаем. Все, дорогие друзья, мы закончили четвертую главу. Поздравляю всех, четыре главы уже Мишли, 28 уроков. Это, это уровень, это уровень. Все. Удачи, успехов. Продолжаем готовиться к Песоху и повышать свой духовный уровень. Все. Удачи, успехов. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова